В эфире новости на 9 канале, в студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! Президент России Владимир Путин сегодня принял участие в официальном открытии Староскольского инфекционного центра. Вместе с ним сегодня начали работу еще 4 объекта здравоохранения в Мелитополе, Саратовской, Липецкой областях и Кабардино-Балкарии. В церемониях глава государства участвовал в формате видеоконференц-связи. С докладом выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Затем комментариями поделились губернаторы. В Старомосколе ковид-госпиталь начал работу 12 января. Здесь уже родилось двое малышей у мам зараженных коронавирусной инфекцией. На сегодня из 120 коек занято 109. Подробный репортаж смотрите в ближайших выпусках новостей. Батальон народного ополчения сформирован в Старомосколе. Местные добровольцы прошли 4-х месячный курс военной подготовки под руководством бойцов Вагнера и ветеранов боевых действий. Обучены стрелковые и разведывательные, штурмовые и минометные противотанковые бригады. Готовят снайперов и медиков. На полигоне побывала Анастасия Иконникова. Учителя, медики, программисты стали литейщики, бизнесмены, безработные и пенсионеры. Перед лицом опасности все равны. Эти мужчины учатся защищать отечество. Одни служили в армии, другие воевали в Афганистане и Чечне, третьи вообще никогда не держали оружие в руках. Александр Старосколец прошел обучение на базе ЧВК «Вагнер». Позывной взял колоритный «Эскобар». Попал так же, как и большинство здесь присутствующих. Я отношусь с пониманием к ситуации, которая происходит в нашей стране. Тем более, что мы здесь находимся в непосредственной близости от границы. Поэтому сделал выбор в пользу того, чтобы научиться. И, соответственно, сейчас занимаемся дообучением бойцов уже здесь в помощь нашим инструкторам. Основы военно-тактической подготовки – элементы ведения боя, оказания первой медицинской помощи. Ополченцы отрабатывают штурм, отступление, эвакуацию. Черкес – командир стрелкового отделения. Боевого опыта нет. Два года армии. Для него мужа и отца уверенность, что он сможет защитить близких, очень важна. Здесь родился, вырос и живу здесь. И в первую очередь я иду за свою семью. Семья меня поддерживает полностью. Жена, мамка – все поддерживают. Среди добровольцев и представительницы прекрасной половины человечества. Их готовят не только в медицинские полки. Обучают наравне с мужчинами. Биркес, я держу холм. Давайте выходите. Староскольские добровольцы уже четыре месяца осваивают навыки ведения боя и курсы полевой медицины. Каждый усвоил, что в аптечке человеческая жизнь и расставаться с ней нельзя, даже если пригодится она всего один раз. Коба – командир второй роты батальона «Кобра» террабороны Белгородской области. Кадровый офицер органов внутренних дел в отставке. Тем, как выкладываются на обучение, жители округа доволен. Каждый из них знает, зачем пришел. Каждый сюда пришел не за страх, не за мзду. Каждый сюда пришел за совесть. Защищать свою родину. Для кого-то она – это родной двор, для кого-то деревня, для кого-то город, для кого-то страна. Это не имеет абсолютно никакого значения в данный момент. Враг у ворот. Поэтому своей земли мы не отдадим ни пяди. Половина Староскольского батальона – ветераны военной службы и боевых действий. Среди инструкторов – бойцы спецподразделений и ЧВК «Вагнер». Четверть ополченцев прошли подготовку на базе музыкантов. На данный момент основной курс позади, и личный состав работает над боевым слаживанием. Отрабатывают противодействие диверсионно-разведывательным группам противника. Здесь лично Вячеслав Владимирович Гладков, губернатор, все это курирует, большую помощь оказывает. Правой рукой губернатора является наш герой Российской Федерации, житель Старого Скола, Богатов Андрей Михайлович. Большую помощь в деле подготовки оказывает Евгений Пригожин, его частная военная компания «Вагнер». Уровень подготовки высокий. Ребята с этой компанией сейчас проводят обучение подразделений нашего батальона. Староскольские ополченцы обеспечены всем необходимым. Важно отметить, что они не вступают в ЧВК и не подписывают контракт. Если вы хотите пройти курс военной подготовки в Староскольском батальоне, обращаться по телефону 22 46 00. Митрополит Иоанн накануне Дня православной молодежи и Сретения Господня наградил Староскольских волонтеров. А рад с предложением владыке по развитию туризма в нашем округе и его мнение о современной молодежи в материале Ларисы Ульяненко. Примерив очки виртуальной реальности, митрополит вынес вердикт. Чем погружаться в параллельные миры, лучше выйти на улицы. Владыке объясняют, в том-то и состоит задумка музейщиков – вытянуть оскольчан на аудиоэкскурсии по историческим местам города. Митрополит Иоанн тут же подхватил идею и внес рад с предложения. На тротуарах сделать специальные полосы и потом QR-коды прямо расположить. И остановка, и раз, снимаешь QR-код. Что за историческое место? У тебя ба-бах, и это все на телефоне отражается. Но это обязательно надо пешая такая. Обязательно. После экскурсии в фойе гости спускаются в зал, где для зрителей приготовили библейские сценки. Небольшое театрализованное представление посвящено Сретенью – встрече с Господом старца Симеона. По преданию, он не верил, что непорочная дева может родить и остаться такой же непорочной. И тогда ангел пообещал, что Симеон не умрет до тех пор, пока не увидит спасителя. Так знай же, Симеон, к могильному не подойдешь ты краю, пока от девы не родится он. Удивительного события старцу пришлось ждать долгих 300 лет. С тех пор Сретенье с младенцем Иисусом отмечают 15 февраля. А еще это день всемирной православной молодежи. По такому случаю владыка Иоанн наградил волонтеров Старого Оскола. А пока для гостей шел концерт, мы пообщались с теми, кто получил благодарность митрополита. У нас есть в колледже группа волонтеров. Мы помогаем в сборе медикаментов, также теплых вещей для военных. Наши ребята очень серьезно относятся к этому делу и охотно отправляются. Наверное, наши усилия заметили и наградили грамотой. Я состою в организации Добровольца Оскола. У нас много, даже где-то в районе 30 человек. Кормим животных, речки убираем, вот были со всеми датами. Мне очень нравится, да, это бесплатно, просто отчислю сердце. Эмоции, которые ты испытываешь, когда тебя благодарят, когда люди рады, и у людей на лицах появляются улыбки, радость и счастье, особенно когда участвуешь в событийном волонтерстве, очень заряжают тебя позитивом. Мне очень нравится направление волонтерства, волонтеры победы. Мы помогаем ветеранам войны. Волонтеры нашего города шьют одежду для фронта, помогают одиноким пенсионерам, многодетным, проводят экоакции, спасают бездомных животных. В добровольчестве участвуют тысячи и тысячи молодых оскольчан. И на проповеди в храме Александра Невского митрополит просил не кидать камни в огород молодежи. Она у нас замечательная. Надо просто это заметить. Да вы вспомните себя, когда молодыми были. Не очень-то были все правильными. Поэтому надо вначале, прежде чем судить о молодежи, вспомнить себя, а потом подумать. Осуждать или просто с любовью оставлять. И надо стать образцом для них. Сегодня мы встречались с волонтерами, с молодыми людьми, которые свою жизнь уже посвящают служению ближнему. А это означает, что внутри их уже живет любовь к Христову. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Михаил Локтионов, 9 канал. По итогам года Белгородская федерация бокса признана лучшей в стране. Большинство чемпионов растят в Старом Осколе. И именно сюда, на первенство области, съехались почти 160 спортсменов региона. Состязание принял недавно открывшийся Центр прогресса бокса. За право назваться сильнейшими на ринг вышли юноши 13-14 лет и 17-18-летние юниоры. Для многих ребят это первые серьезные соревнования. У нас будет 16 победителей по юношам 13-14 лет и 13 победителей по юниорам 17-18 лет. Все спортсмены и тренеры за победы получат денежные премии от Федерации бокса Белгородской области. Соревнования проходят при поддержке благотворительного фонда «Айсберг» в лице Тибекина Владимира Михайловича и также наших меценатов-влаготворителей. Сегодня благодаря им мы можем проводить соревнования в таком и замечательном зале, и на таком высоком уровне. К сожалению, в спорте сейчас у нас тоже политика играет важную и большую роль. И до соревнований у нас до Европы, мира ребят не допускают. И, наверное, одно из немаловажных достижений, что на форуме, на всероссийском форуме Федерации бокса России, где присутствовали все региональные федерации, наши федерации признали лучшей в России. Каждый из вас рассчитывает и желает сегодня победить, тем более, что здесь присутствуют чемпионы, митикарные бокса. Недостатка в гостях, чьи имена известны в мире спорта, действительно не было. Здесь собрались те, кто с боксом был или остается на «ты». Один из них – герой России Вячеслав Воробьев. Так я везде, где федерация бокса, я всегда боксер. У нас бокс, наверное, в области первой их спорта. Старый Оскол вообще можно даже назвать столицей не то, что Белгородской области бокса, а, наверное, даже посоперничать с другими городами России. У нас большое количество победителей, мастеров, лучшие тренера. Руководитель подрядной организации, возводивший Центр прогресса, тоже неравнодушен к боксу. Сам когда-то занимался. У нас таких залов, конечно же, не было. Мы занимались в зале бывшего зловода «Конпрок» в городе Белгород, на улице Пугачева. Там, конечно, были условия не такие, но в то время мы были счастливы любым условиям. Здесь те дети, которые занимаются сейчас в новых, современных условиях, конечно же, это помогает развитию, потому что люди идут сюда с удовольствием. Как когда-то Виталий Дунайцев путь к победам начинал в спортзале завода «АТ», так и Богдан Парфенов тренируется там же. Боксом занимается всего три года. Обычно в этот вид спорта приходят в 7-9 лет, а Богдан – в 13. Из 20 боев 13 закончились победами. Но сегодня соперник оказался более опытным. Мой соперник – Александр Ишетников, кандидат в мастер спорта. Тренируется в Щебекино. Можно было лучше выступить. Потому что я слишком много выбрасывал ненужных ударов и выдыхался. Каждый спортсмен провел от двух до четырех боев. Победители завоевали путевку на первенство ЦФО и войдут в основной состав сборной Белгородской области. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Илья Самсонов, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Зима на исходе, впереди праздники. 23 февраля и 8 марта. Что подарить? Этим вопросом накануне терзаются многие. Организаторы передвижной выставки-ярмарки подумали и о подарках для мужчин, и о презентах для женщин. Можно купить что-то основательное, а можно символическое. Например, полотенчик с надписью «Дорогой бабушки» или «Любимой подруги». Ну а если самим определиться с выбором не получается, помогут продавцы-консультанты. У нас очень хорошо берут постельное белье, домашние костюмы, пижамы, ночные сорочки. На трикотаж очень большой спрос. К мужскому празднику можно купить мужские футболки в большом ассортименте. Мы привезли полотенце с символикой 23 февраля. Голосатые футболки в виде тельняшки и цвета хаки. Детям тоже можно посмотреть футболочки, шортики. Ну, женщины себя могут порадовать. В честь 8 марта мы привезли женщинам красивое нарядное платье. Уютные халаты, да, вот сейчас привезли вафельные халаты. Прямо очень такие хорошие, красивые расцветочки. Из новинок наборы для бани, спальные мешки, спецжилеты для мужчин. Дамы могут обратить внимание на туники, дачные костюмы и сарафаны. Если говорить о домашнем текстиле, в продаже появились на матраснике, простыни на резинке и мягкие картины, индийские панно ручной работы. Организаторы выставки за качество не боятся. Проверено многолетним сотрудничеством с надежными поставщиками. Натуральные ткани из Узбекистана и России давно зарекомендовали себя у покупателей. Они отличаются качеством, но качеством не только пошива, но и хлопка. То есть это белое золото Узбекистана, как его называют. То есть он при стирке не дает усадку и не линяет. В протяжении пяти лет работаем с производителями. Это фабрики Иваново и Узбекистан. В этот раз мы привезли ассортимент не только зимний и осенний, но и весенний. Пришли также ортопедические подушки, так что приобретайте подарки родным и близким. На многие товары цены снижены. Для пенсионеров и многодетных действуют акции. Выставка в спорткомплексе «Аркада» работает с 13 до 18 февраля включительно с 10 утра и до 7 вечера. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Ныряющий циклон накрыл черноморские курорты. Обычно в феврале там уже довольно тепло. Но сейчас даже в Сочи до минус 7 и снег с дождем. Доберется непогода и до Москвы. В столицу ждут сильные снегопады. Выходные сугробы в Златоглавой могут вырасти до полуметра. При этом температура останется минусовой. Такую умеренно морозную снежную погоду называют классической русской зимой. А к нам она придет уже завтра. В ночь со среды на четверг в Старомосколе и Губкине минус 4, минус 6. Днем 16 февраля снежок и до минус 7. Вечером столбики термометров опустятся до минус 10. При северо-западном 2-3 метра в секунду ветре нам покажется, что на улице 12-15 ниже нуля. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Магнитное поле спокойное. Рассвет 7,41, закат 17,44.